Отец наш Небесный Воскресный, дети Твои пришли в дом молитвы для того, чтобы прославить имя Твое Святое, Господи. Мы благодарны Тебе за все Твои милости к нам, и в этот воскресный день мы Тебя благодарим за Сына Твоего, которого Ты послал, для того, чтобы он умер за каждого из нас, для того, чтобы мы имели общение с Тобою, Господи, для того, чтобы мы имели жизнь вечную. Мы просим Твое благословение на это служение, Господи, чтобы Ты Духом Твоим Святым присутствовал вместе с нами, чтобы Ты говорил к нам, утешал, обличал и наставлял нас, Господи. Касайся также сердца тех, которые еще не имеют мира с Тобой, для того, чтобы Дух Твой Святой мог проговорить к ним, Господи, для того, чтобы и они в этом служении могли найти мир, покой, обрести спасение. Особенно благослови Слово Твое, которое будет возвещаться с этого святого места, Господи. Приготовь сердца наши к слушанию и, пребывая с нами в этом общении, благодарим Тебя за это время благоприятное, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ПЕСНЯ Рад приветствовать вас, дорогие братья и сестры, всех, кто пришел в Дом Божий для того, чтобы побыть у ног Христа, для того, чтобы услышать то, что Он хочет сказать нам. А Он сегодня приготовил очень много для нас. И очень важно, чтобы Кахор пропел, как важно иметь благодарное сердце. Благодарное сердце – это то сердце, которое может получать от Господа. Благодарное сердце – это то, что действительно ценит, чем ценит очень Господь. Поэтому хорошо, если в наших сердцах будет вот эта благодарность за все, что мы имеем, за все, что получаем. Благодарное сердце – это хорошее настроение, правда? Это отсутствие скорби, отсутствие переживаний, отсутствие каких-то, может быть, недовольств. Слава Богу! Мы сегодня имеем действительно вот это большое богатство. Мы имеем Слово Божие. Мы имеем Духа Святого, который говорит к нашим сердцам, учит и наставляет. И давайте мы откроем Слово Божие и прочитаем из 18 главы книги «Деяния апостолов» и будем размышлять об этих стихах. 18 глава, 24 стиха. Некто иудей именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий в Писаниях, пришел в Ефес. Он был наставлен в начатках пути Господня и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова. Он начал смело говорить в синагоге. Услышав его, Акила и Прескила приняли его и, точнее, объяснили ему путь Господень. А когда он вознамерился идти в Ахаю, то братья послали к тамошним ученикам, располагая их принять его. И он, прибыв туда, много содействовал уверовавшим благодатью. Ибо он сильно опровергал иудеев, всенародно доказывая Писаниями, что Иисус есть Христос. Тема сегодняшней моей проповеди – «Как точнее объяснить путь Господень». Вы знаете, когда я размышлял над этой темой, ну, скудно, в общем-то, описано здесь. И думаешь, о чем, что же я могу говорить, что же я могу отсюда извлечь для себя. И вы знаете, вот прежде всего, чтобы объяснить путь Господень, да, для этого надо знать, правильно? Мы никогда не сможем объяснить то, о чем мы не ведаем и не знаем. Мы никогда не сможем объяснить то, что мы не испытали в своей жизни. Так вот, что такое путь Господень? С чего он начинается? Да, и мы знаем, что путь Господень, мы хорошо знаем, да, что путь Господень начинается с покаяния. Когда человек в своей жизни приходит, наверное, к осознанию своей, ну, бессмысленности жизни, к осознанию своего ничтожества, когда он видит величие, славу и премудрость Господа, когда человек видит действительно себя ничтожным, а Бога великим, когда он начинает понимать нужду свою в Боге, когда, находясь в нужде, он знает, что есть Тот, Кто может помочь Ему. И Бог неоднократно и многократно, в общем-то, приглашал и приглашает людей прийти к Нему. В книге пророка Исаии, в книге пророка Амоса, мы читаем в 5 главе, в 4 стихе, следующие слова, еще Амос говорил, Бог как бы через Амоса говорил, «Взыщите Меня, и будете живы! Преклоните ухо ваше, говорит Исаия в 55 главе 3 стих, и придите ко Мне, послушайте, и жива будет душа ваша, и дам вам завет вечный, неизменные милости, обещанные Давиду». А Иисус Христос, Матфей пишет слова Иисуса Христа, который говорит, «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». И Бог приглашает к тому, чтобы мы могли прийти, каждый мог прийти, да, и начать этот путь с Ним. Потому что Слово Божие говорит, нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Мир сегодня предлагает, и в то время, когда жил Аполлос, мир предлагал множество богов, множество путей спасения, да. Но есть один путь, об этом говорили апостолы, об этом говорил Павел. Это путь прихода к Иисусу Христу. Путь Господень. Что такое путь Господень? Путь Господень – это путь полного послушания и смирения. В филиппийцах мы читаем о нашем Господе Иисусе Христе. Он смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Он был послушен. Вот этот путь – путь следования за Господом, путь следования по Его пути. Это путь послушания, путь смирения. Апостол Петр в своем послании говорит, смиритесь под крепкую руку Божию, и да вознесет вас свое время. Вот это путь Господень. Путь Господень – это путь святости. Апостол Павел говорит в 6 главе, в 22 стихе, он говорит, «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная». Это путь Господень. Путь Господень – это наша жизнь святая. Апостол Павел говорит в другом месте, в послании к кремлинам, он говорит, что путь Господень – это жизнь по духу, жизнь, в которой прославляется Господь. В послании к кремлинам мы читаем такие слова, «Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если кто Духа Христова не имеет, тот и не его». Апостол Павел говорит, что мы имеем огромное, большое богатство. Мы имеем Бога внутри нас. Мы имеем Духа Святого. В другом послании, в послании к Коринфянам он говорит, «Не знаете ли, что тела ваши суть – храм живущего вас, Святого Духа, которого вы имеете от Бога? И вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших». Вот это путь Господень. Жизнь святости, жизнь послушания, жизнь, когда наша жизнь прославляет Его, потому что мы имеем Духа Божия. И этот Дух дает нам победу во всех обстоятельствах жизни. Этот Дух дает нам победу над грехом. Этот Дух дает нам победу над плотью. Жизнь в Нем. И апостол Павел учил всему этому. Во времена, когда жили Акила и Прескила, они не имели Нового Завета. Они встретились с апостолом, вернее, в 49-м году император Клавдий дал повеление, чтобы все иудеи удалились из Рима. И Акила и Прескила написано, что они удалились и пришли в Карин. Там в Каринфе они были иудеями, это были иудеи, они занимались деланием палаток, и там они встретили апостола Павла. У них было одно и то же ремесло, они занимались, и вот они пригласили апостола Павла, и вместе с ним они делали эту работу. И когда делали эту работу, апостол Павел, работая с ними, он вкладывал все свое желание для того, чтобы научить Акилу и Прескилу этому пути Господню. И он действительно учил их этому. И вот в таком близком общении с Акилой и Прескилой он передавал им все то, что он знал. То, что сегодня мы имеем, многие послания апостола Павла, в Новом Завете. Вот все это он передал им, он рассказал, он научил, он вложил в их сердце. Для них не нужно было, сегодня нам нужен Новый Завет, потому что у нас нет апостола Павла. Там с ними был апостол Павел, который учил их этому пути Господню. Сегодня у нас есть Дух Святой, сегодня у нас есть Слово Божие, которое учит и научает нас этому пути Господнему. И они учились и приняли у апостола Павла. И они приняли у апостола Павла не только вот эти знания пути Господня, то, что они могли передать, но и желание передать вот эти знания. И мы знаем, что там из Коринфа они отправились вместе с апостолом Павлом, апостол Павел отправился в Сирию, и они вместе с ним. Но дойдя до Ефеса, они остановились там. Апостол Павел оставил там Акилу и Прескилу. В их сердце... Почему они отправились из Коринфа? Их сердце горело желанием то, что они получили у Павла, передать другим людям. Они хотели это сделать, и мы знаем, что они остановились в Ефесе и делали это. Именно там вот первое, что я говорю, о том, что нам необходимо знать путь Господень для того, чтобы точнее научить кого-то. Нам самим нужно знать это. Второе, нам надо иметь желание передать. Это то, что было у Акилы и Прескилы. Это то, что они действительно желали. И именно там, в Ефесе, они встретили Аполлоса, человека, который горел, вот дух которого горел, рассказать о Господе все, что он знает, все, что он получил, все, что он имеет, отдать другим. Его дух горел. Они увидели в нем человека, который способен будет, не только, ну, если поправить его, вот потому что написано, что он знал только Иоанново крещение, учил верно о Господе, и они решили поправить его. В чем-то что-то его не доставало ему. И они решили поправить его. И пригласили его к себе. Они пригласили его к себе для того, чтобы научить. И так же, вот так же, как они были с апостолом Павлом. Но там они были учениками его. Там они учились у апостола Павла. Здесь они, как ученики апостола Павла, решили передать все свои знания Аполлосу. Решили научить его и подсказать ему то, что ему не хватало. И они это делали. Они видели в нем, ну, большую возможность. Они видели, что если помочь этому человеку, увидеть, ну, может быть, где-то что-то поправить, увидеть те недостатки, которые есть, он будет хорошим проповедником, он будет помощью, он будет благословением для многих людей, которые впоследствии, ну, тоже могут стать христианами. И они видели вот это ревностное желание его поделиться с окружающими тем, что он знает. Поэтому они в тесном общении с Аполлосом в этой домашней обстановке учили его. А апостол, вернее, Аполлос знал, написано, только крещение Иоаннова. Что же, в чем же, что же ему недоставало? Вы знаете, вот, если мы посмотрим, чему же учил Иоанн? Он учил, вы помните, да, когда он вышел на проповедь, он учил, покайтесь, да, и докреститься каждый из вас. Да, он учил, чтобы люди каялись и крестились, люди выходили к нему креститься для того, чтобы оставить свои грехи. Он учил их и говорил, что идет за мною сильнейший меня, у которого я не достоин развязать ремень обуви его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Он учил, что кто не будет веровать в Сына Божия, не увидит жизни. И это все впитал Аполлос. Но одно, Иоанн был в то время, когда еще Дух Божий не сходил на учеников. Этого не знал. Этого не знал Аполлос, этого не знал Иоанн. Он впитал все крещения Иоаннова. И, конечно же, Аполлос, я думаю, знал и о жертве Иисуса Христа, потому что Ветхий Завет говорил об этом. Да и весть об этом, она, в общем-то, разлетелась во все концы земли. Он знал о смерти Иисуса Христа, о том, что это тот, кто берет на себя грех этого мира. Но он не знал о сошествии Духа Святого. И вы помните, дальше, когда мы читаем в 19 главе, апостол Павел, который был в Ефесе, он спрашивал у учеников, которые также имели Иоанново крещение. Он видел, тоже им что-то не хватает, и он спрашивал у них, приняли ли вы Святого Духа у веров? Они говорят, мы не слыхали о таком. Это не значит, что они не слыхали вообще о Духе Святом, потому что, вы помните, Иоанн учил этому. Они не слыхали, что он пришел. Я думаю, этого не знал и Аполлос. И я думаю, тогда, когда они объяснили ему точнее, Акилла и Прескилла точнее объяснили путь Господень, они, возможно, его и крестили. Об этом не сказано. И он получил вот этого Духа Божия. И написано, что Павел вот этих учеников тоже крестил. Крестил в Иисуса Христа и возложил руки, и они получили Духа Святого. Не имея Духа Святого, чего-то вот, когда мы смотрим на людей, которые не имеют Духа Святого, чего-то не достает им. Что-то не хватает. Это то, что видели Акилла и Прескилла в Аполлосе. И то, что они решили поправить, восполнить и научить его. Третье. Кроме того, что мы должны иметь желание или передать вот эту истину для тем, кто, может быть, не знает ее, или тем, кто, может быть, недостаточно знает, у кого, может быть, неправильное понятие, мы должны не только иметь желание, но и люди, которых мы стараемся научить истинам Слова Божьего, они должны желать принять этого. Дело в том, что Аполлос, он был родом из Александрии. Александрия – это город, находящийся на берегу Средиземного моря. Это был северо-запад от Устья Нила в Африке. Это был большой крупный город, примерно с численностью населения, ну, наверное, больше 600 тысяч. Это был большой, ну, не просто культурный, образовательный центр. Там была огромная библиотека в 700 тысяч книг. Это был центр, куда различные философы из Древнего Рима, из Греции приезжали для того, чтобы пополнить свои знания. И в этом городе большинство, ну, вернее, не большинство, а практически из пяти районов, два района было иудеев. Там же впоследствии образовалась христианская церковь, которую, по преданию, образовал, ну, основателем которой был апостол Марк. И вот в этом же городе, в Александрии, был сделан перевод. К этому времени уже существовал перевод 70 толковников. То есть перевод с еврейского Ветхого Завета на греческий, что было хорошим подспорьем как для Аполлоса, так и для распространения Евангелия во всем мире. Вообще, это был крупный центр, торговый центр между Западом и Востоком. И вот, и там же, между прочим, было, ну, оттуда пришли такие учителя, как Ориген и Климент Александрийский. И в этом городе, вот, он славился тем, что в нем было развито, ну, такое аллегорическое, как бы, толкование. Когда они читали Ветхий Завет, они видели не только прямой смысл, который наполнял вот Ветхий Завет, но они видели, что это прообраз чего-то, какой-то второй смысл. И вот Аполлос, который был из этого города, который был образованным, о нем сказано, что он был муж красноречивый, то есть человек, способный доходчиво, точно и ярко, можно сказать, представить и доказать истину. И этот человек пришел и встретился с Акиллой Прескиллой. И он был способен учиться. Вообще всякий смиренный человек, он всегда может научиться от любого человека чему-либо. Всегда может найти, чему можно научиться. И вот Аполлос был одним из таковых. Кто такие Акилла и Прескилла? Это были простые ремесленники. Это были люди, которые, в общем-то, занимались ремеслом. Они не были какими-то общественными деятелями. Они не были какими-то знатными фигурами. Но они готовы были учить. А Аполлос, хотя он понимал свое превосходство, это был муж красноречивый, муж, который образованный, интеллектуально развитый. И он не посчитал для себя как бы низостью учиться у этих ремесленников. И мы видим, что они вот в таком тесном общении. Акилла и Прескилл, они тоже были, ну, знаете, это люди были открытые сердцем. Это были люди, готовые учить, готовые передавать знания. И они передавали их очень аккуратно и осторожно. Они не угасили дух Аполлоса. Можно, знаете, высказывать свое превозношение, знание, я лучше знаю, вот ты не так знаешь. Этого не делали Акиллы и Прескилла. Они аккуратненько передавали знания Аполлосу с тем, чтобы он действительно мог принять, он действительно мог научиться. Это были люди тоже смиренные и кроткие. Это были люди, желающие передать весь Евангелие. То, чему они научились от апостола Павла. Это было то ученичество, о котором апостол Павел впоследствии написал Тимофею. И говоря о том, что ты слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны научить и других. Это то, что сделали Акиллы и Прескилла. И апостол, вернее, Аполлос, он внял этому, он готов был слушать и готов был внимать этому. И мы видим, что он воспринял от них не только весть Евангелия, не только то, что они сделали для него, поправили его, точнее научили. Он не только принял это, но и он пожелал идти. И мы видим, что написано, что после того, как они объяснили ему этот путь Господень, написано, что он пожелал идти в Ахаю. Ахаю, то есть там, где располагался Каринф, то из города, которого, в общем-то, уехали апостол Павел, уехали Акиллы и Прескилла. Они знали, что там есть церковь, молодая церковь, и она нуждается в поддержке, она нуждается в помощи. И написано, что они, когда он вознамерился идти в Ахаю, то братья послали к тамошним ученикам, располагая их принять его. Они написали письмо. Там уже была церковь в Ефесе, где были Акиллы и Прескилла. И эти братья написали письмо к братьям в Каринфе, для того, чтобы они могли принять его, для того, чтобы он так мог содействовать братьям в Каринфе, укрепить. Они понимали, что этот красноречивый муж, муж с горящим сердцем, любящий Бога, желающий служить Его, он может помочь этой церкви молодой. Она нуждалась в этом, потому что там не было, может быть, таких, как Прескилла, Акилла, Павел. И написано, «И он, прибыв туда, много содействовал уверовавшим благодатью, ибо он сильно опровергал иудеев всенародно, доказывая писаниями, что Иисус есть Христос». Благодать, которую он получил. Он принёс туда. И он способствовал этому. То богатство, которое он получил через общение с Акиллой, Прескиллой, его сердце горело желанием пойти дальше, понести весь, действительно рассказать о Господе то, что он получил. И он сделал это. Впоследствии апостол Павел напишет, и он скажет, «Я насадил, Аполлос поливал, но всё взрастил Бог». Он понимал, что Дух Святой – это тот, который действительно взращивает. Этим видением жили Акилла и Прескилла, этим видением жил апостол Павел, и этим же видением жил Аполлос. Его сердце горело. Он жил так, как его научили. Он шёл этим путём Господним. Как хорошо, если мы в своей жизни будем подобными учениками, у которых горит сердце, с желанием служить Богу. С желанием служить Богу в своей семье, с желанием нести другим людям, с желанием рассказать. Бог, который начинает доброе дело в нас самих, Он начал это доброе дело. Он говорит, «Я доведу его до конца». Важно, чтобы то, что мы имеем в своей жизни, это нашу волю избирать. Помните, в Первом Посланном Коринфянам он говорит, что не знаете ли, что вы храм святого, вы храм Духа живущего в вас, Святого Духа, и вы не свои. Вот очень важно, что мы понимали, что мы куплены дорогою ценой, что сегодня мы не свои. Сегодня мы будем делать это для Господа. Он купил нас. Сегодня наша воля должна быть подчинена Ему. Я хочу это делать. Вы знаете, Бог радуется, когда наше сердце горит. Бог радуется, когда мы что-то делаем для Него. Может быть, одному человеку мы делаем, но это делаем постоянно. Вы помните, когда однажды Андрей, он такой незаметный, о нем как бы много, ну, не видим его в служении или где-то, да, но Андрей нашел Петра, который стал апостолом, который стал столпом церкви. Он нашел Петра, он привел его Господу. Акила и Прескила тоже привели Аполлоса Господу. Понимаете, благослови нас, Господь, чтобы наше сердце горело этим желанием рассказать кому-то, научить, передать эту весть, идти самим путем Господним, чтобы наша жизнь, наши уста, вся наша внешность, наши слова, она прославляла Господа. Чтобы наше сердце горело для Него, да будет Он прославлен и благословен нашей жизни. чтобы мы повиновались Духу, которого мы имеем внутри, эту личность и силу, которая может помочь нам. Важно нам иметь это желание. Да благословит нас в этом Господь. Помолимся Ему. Аминь. Господи, дай мне верности, святости, чистоты, чтобы в земле от вечности пролвались мои мечты. Чтобы в земле от вечности пролвались мои мечты. Чтобы земли нечистые не могли ожить Ты помоги мне выстоять, силу свою вложить Ты помоги мне выстоять, ты помоги мне выстоять Силу свою вложить Чтобы любила искренне, в лице была чиста Ты за святую истину не боялась стать И за святую истину не боялась стать Господи, дай мне верности и святости, чистоты Чтобы достигнуть вечности, чтобы гореть не сны И за святую истину не боялась И за святую истину не боялась Это не будет, это не будет Это не будет, это не будет И за святую истину не боялась ПЕСНЯ 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 Следующий год – Иерусалим. Странники, пришельцы, пилигримы, Так и мы живем с мечтой в сердцах О небесном Иерусалиме В радостном присутствии Отца. Взбудется надежда ожидания, Отгремит последняя гроза. Если ж и блеснет слеза случайно, То, конечно, радости слеза. Что с того, что копится усталость? Годы громадятся тяжелей. Чувствую, недолго ждать осталось Встречи с милой Родиной моей. Только б веру сохранить незримо, Только б пересилить сердца боль. Следующий раз – в Иерусалиме, Добрый друг, мы встретимся с тобой. Аминь. Небесный Иерусалим, Прекрасный ваш жилетный город, Ни с чем земным ты не сравни. Ты, Христианам, очень дорог, Небесный Иерусалим, По окровенью Иоанна, Построен Господом самим, Звучит там вечная асана. Небесный Иерусалим, Небесный Иерусалим, Там отдых от пути земного, Найдет уставший ты леды, Утешится он весь новом. Небесный Иерусалим, Небесный Иерусалим, Тебе славой неизреченном, Стремится тот, кто был коньим, За истину и удовлетненном. Небесный Иерусалим, Небесный Иерусалим, Там все спасены, Великуя, Мы голоса соедини, Висячи классно, Аллилуйя, Небесный Иерусалим, Борцом о золоте отмечем, Там Иисус, там будем с Ним, Живердень город и рабеший. Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Мы еще будем читать Слово Божие, которое записано первое послание Тимофею, Шестая глава, Одиннадцатый стих. «Ты же человек Божий, Убегай сего, А преуспевай в правде, Благочестии, Вере, Любви, Терпении, Кротости. Подвязайся добрым подвигам веры, Держись вечной жизни, Которой ты и призван, И исповедал доброе исповедание Пред многими свидетелями». Дорогие братья и сестры, апостол Павел дает наставление Тимофею и пишет такие слова. Он говорит, «Ты же человек Божий». Кто такой Божий человек? Божий человек – это тот, который познал Господа, который служит Ему, который старается в своей жизни старается исполнять все заповеди, которые Бог предназначил нам исполнять. «И мы с вами все называемся, мы дети Божии». И вот он говорит, «Ты же человек Божий». И что он первое говорит? Смотрите, здесь как бы три таких основных, даже четыре, которые он говорит, чего нужно делать? Он говорит, «Ты же человек Божий, убегай! Убегай сего!» «Чего нужно убегать?» Здесь выше, в шестой главе, здесь он описывает, чего нужно убегать Ему. «Если ты человек Божий, чего нужно убегать?» И смотрите, четвертый стих, он записано, «Зависти, распри, злоречия, лукавые подозрения, ты убегай всего этого, убегай зависти, убегай злоречия, убегай лукавых подозрений. Не просто может быть, так вот ты не уходи, но ты беги от них!» Если ты видишь, где-то вот это происходит, ты беги от этого, убегай! Пятый стих, он говорит, смотрите, здесь написано, «Пустые споры между людьми поврежденного ума!» «Убегай пустых споров!» Он вот этим учит, Тимофея, и он говорит, чего убегать. Десятый стих, девятый, «Желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть!» Братья и сестры, как вы думаете, это к нам относится сейчас, желающие обогащаться? Вот в то время, да, апостол Павел пишет Тимофею, и он говорит об этих людях. Как вы думаете, в наше время относится к этому? И почему этого нужно убегать? Ну, на первый взгляд, нам, человекам, кажется, ничего здесь-то и плохого и нету. Но апостол Павел, почему он говорит, чтобы ты этого убегал, потому что, смотрите, очень плохие и очень пагубные от этого бывают последствия, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Вот этот на первый вид, на первое время, как бы, смотря что безобидное, желать обогащаться, оно, смотрите, вводит людей в бедствие и пагубу, потому что корень всех зол есть сребролюбие. И написано, многие, они уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Оказывается, братья и сестры, иногда нас скорби постигают из-за того, что, кажется, вот это мы, желание у нас есть обогащаться. У нас нету тогда времени на все другое. У нас нету времени Слово Божие читать. У нас нету времени, может быть, сходить куда-то, может быть, еще что-то сделать. То есть, все в свое время мы подвергаем тому вот этому желанию. И апостол Павел говорит, ты убегай сего. Ты же человек Божий. Убегай сего этого. Второе, он говорит, преуспевай. Преуспевай. В чем преуспевай? В правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости. Знаете, в нашей жизни с самого утра, когда мы встаем, мы хотим все сделать. Мы стараемся все успеть. Стараемся успеть, чтобы нам успеть на работу. Стараемся умыться успеть. Успеть прочитать Слово Божие. Мы пошли на работу, успели. На работе мы также стараемся успеть все сделать. После работы пришли мы также, пока день не кончился, мы что-то опять стараемся успеть. И вся наша жизнь, вся наша жизнь, она проходит как бы в суете, чтобы нам успеть, успеть и успеть. И в конце концов, мы можем сказать в конце дня, я не успел сделать то, может быть, не успел то сделать. Оставляем на следующий день, и далее мы хотим что-то успеть. Смотрите, здесь Слово Божие нам говорит, чтобы мы не успевали, а преуспевали. Знаете, есть еще одно место. Апостол Павел в послании к коринфянам записано так. «Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не чтетен пред Господом». То есть здесь также говорит, чтобы мы с вами преуспевали в деле Господнем. В деле Господнем, братья и сестры, мало того, чтобы только успеть. Успеть что-то сделать. Понимаете, мы можем успеть в наших повседневных делах. Стараемся успеть. В деле Господнем мы с вами должны преуспевать. Это больше, чем успевать. Это намного больше. То есть выше того, чтобы только успеть. И здесь мы прочитали, чтобы мы с вами преуспевали в правде. То есть наша жизнь, она должна преуспевать, чтобы нам совершать вот эту правду. В благочестии, в вере, в любви, терпения, кротости. Что такое преуспевать в любви? Знаете, мы с вами каждый, у нас есть семьи, у нас есть дети, у нас есть жена, у кого-то муж, и мы с вами любим. Но преуспеть в любви, вот к этим, к близким, это хорошо. Но преуспеть в любви, когда мы находимся вот в служении среди братьев, сестер, может быть, мы просто знаем кого-то. И в этом нам Слово Божие говорит, чтобы мы преуспевали в любви. Не просто может быть, когда мы подходим, поприветствовались и ушли, и больше мы не знаем об этом человеке. Но есть место, другое место, которое записано, чтобы мы могли относиться к этому своей любовью, могли покрывать, чтобы мы были дружелюбны. Смотрите, в Ефесянам 4 главе там также написано, «Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Смотрите, вот это, в этом, я думаю, преуспевание в любви, чтобы мы были друг ко другу добры, чтобы мы были сострадательны друг ко другу, чтобы мы могли прощать друг друга. Не вспоминать, когда-то, может быть, пять или десять лет, что-то брат сделал, и мы можем это помнить и в нужный момент можем преподнести. А вот когда-то что-то он, да, я его люблю, я приветствую с ним, но когда-то я в нужный момент, я могу преподнести, что он когда-то что-то сделал. В сердце вот это осталось. Такой человек, он, значит, не простил, он не забыл, он не покрыл, но он вспомнит, когда нужно. Слово Божие говорит, смотрите, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил нас. Ты же человек Божий. И прежде, братья и сестры, чтобы мы могли преуспевать, нам нужно также, нам Слово Божие говорит, чтобы мы что-то могли оставить, отложить. Тогда только мы будем преуспевать. Тогда мы будем преуспевать во всех вот этих качествах. Смотрите, в Ефесянам 4 глава 22 стих написано, чтобы нам отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. «Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждой ближнему своему, потому что мы члены друг друга. Никакое гнилое Словода не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Братья и сестры, смотрите, если наше Слово, оно не доставляет благодать слушающим, это очень плохо. Когда мы будем преуспевать вот это в любви, то наше Слово, наш разговор, оно будет то, что мы говорим среди окружающих, среди братьев, сестер, оно будет доставлять благодать слушающим. Вот в этом и заключается «ты же человек Божий». И во втором послании к Тимофею, во второй главе также написаны такие слова. «Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело». Кто будет чист от этого всего, кто будет убегать всего, тот будет сосудом в чести, тот будет сосудом освященным, благопотребным владыке, нашему Господу и годным на всякое доброе дело». Братья и сестры, когда мы будем убегать, мы будем вот этим сосудом, который Господь нас может использовать. Господь использует те сосуды, которые, они чистые, которые годны, но всякое доброе дело. Тогда Господь будет исполнять нас. Смотрите, в 12 стих написано «Подвизайся добрым подвигам веры». Мы с вами прочитали. «Держись вечной жизни». Что такое держаться вечной жизни? Держаться, братья и сестры, вечной жизни – это значит держаться нашего Господа Иисуса Христа. Без Иисуса Христа нету вечной жизни, потому что наш Господь Иисус Христос, Он пришел, Он умер за нас. И мы с вами должны держаться этого. Знаете, говорят, что к одному человеку пришли его друзья и говорили, когда он уже находился при смертном одре, они говорили ему «Ну, держись, держись!» Потому что больше ничего нельзя было сказать. Он умирал, и как обидно он сказал, что не за что держаться. очень плохо, когда человек умирает, и ему не за что держаться. Когда человек прожил всю свою жизнь и не приобрел то, за что можно держаться. Мы с вами, дорогие братья и сестры, познали нашего Господа Иисуса Христа, и нам с вами есть за что держаться. Мы с вами познали Господа, Творца Вселенной. Мы с вами познали, и нам есть за что держаться. И апостол Павел пишет, что «Держись, Тимофею, вечной жизни, которой ты и призван и исповедал доброе исповедание пред многими свидетелями». «Да благословит нас Господь, чтобы мы с вами могли всегда убегать, помнить, что ты же человек Божий». И во втором послании к Тимофею также записаны такие слова в 3 главе. «Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Божий человек, братья и сестры, он всегда приготовлен к доброму делу. Почему порою мы, может быть, не приготовлены к доброму делу? Потому что мы, может, забываем, что мы дети Божии. Вот представьте себе, если бы на нас повесили вот такую табличку, мы утром вышли, ну и просто написали себе «Божий человек» и пошли на работу. Или же пошли, может быть, куда-то к друзьям, пришли бы в собрание, и на нас написано «Божий человек». Как вы думаете, мы бы старались и вот это исполнять то, что на нас вот эта табличка, исполнять то, что на нас написано? Я думаю, мы бы себя в разговорах вели совсем по-другому. В действии каком-то мы тоже вели бы себя по-другому. На работе мы тоже вели бы себя по-другому. Среди окружающих друзей мы бы совсем по-другому вели, мы бы даже оделись по-другому. И пришли бы, чтобы соответствовало нам, что мы, что ты Божий человек. Потому что мы бы видны были, что Божий человек. Нету у нас, может быть, видимой этой таблички, но пусть вот эта табличка будет, она в нашем сердце. Пусть она на нашем сердце будет всегда написано вот это «Божий человек», чтобы мы могли, где бы мы ни находились, могли помнить, что мы дети Божии. Тогда мы будем поступать соответственно того, соответственно, какой у нас Отец. мы будем помнить, что наш Бог, Он наш Отец, а мы Его дети. И наши все поступки будут соответствовать тому. В Откровении также написано, в 3 глава, в 11 стих, там также написано, что «Се гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». «Держи, что имеешь, человек Божий, держи». И Христос говорит «Се гряду скоро», «Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Да благословит нас Господь, братья и сестры, и мы сейчас будем молиться нашему Господу, чтобы Господь нас благословил, чтобы Господь благословил всю нашу жизнь, все наше хождение пред Ним, чтобы мы всегда помнили, что, как здесь сказано, апостол Павел пишет, что «Ты же человек Божий». Предстанем, преклонимся пред нашим Господом, будем молиться. Аминь. Братья и сестры, мы сегодня с вами слышали слово Божие о точности, о том, что такое. Думаю, каждому из нас нравятся люди точные, которые точно и ясно могут выражать мысли, которые в точности исполняют то, что обещали и так далее. И сегодня как раз Господь говорил к нам об этом. И знаете, слушая слово Божие, действительно, наверное, многие из нас путем вот этим прошли, путем Аполлоса, начатки учения, когда мы только пришли к Богу, горели духом. И действительно, в этом все было правильно. Как и Писание говорило, что он, зная только начатки, но горя духом. Это действительно важная составляющая. И он учил правильно. Но вот фраза «точнее путь Господен». Я когда сидел и размышлял, слушая то, что говорилось, думаю, что это за более точный путь Господен. Мне кажется, это когда мы становимся ближе к Богу, и тропинка, по которой мы идем за Господом, она сужается, она не шире становится. Знаете, иногда люди изучают Писание или пытаются вникать как-то в контекст исторический и все эти вещи для того, чтобы путь этот расширить, чтобы показать, может быть, то, что раньше говорилось или сейчас говорится, оно не совсем точно. Есть другое понимание, когда можно понимать все более, так сказать, обширно и свободно. Но когда мы действительно горим духом и пытаемся для себя более точнее уяснить путь Господен, то мы вдруг понимаем, что та дорога, по которой мы должны следовать за Господом, она уже становится, она не шире. И в этом тоже есть определенное благословение. И также нам второй брат говорил о том, что ты человек Божий. И как раз, когда ты человек Божий, ты должен идти по вот этой узкой тропинке, ты должен стремиться к тому, чтобы более точнее показать того, что ты являешься человеком Божиим. Благословит Господь нас действительно уяснить эти истины. Давайте мы встанем и помолимся. Отец наш Небесный, дети Твои, снова приходят в лицо Твое, Господи Святое. Мы благодарим Тебя за то, что и в этом служении Ты говорил к сердцам нашим, Господи. Ты говорил нам о том, чтобы мы искали лица Твоего, чтобы мы были этими Божьими людьми, Господи, в Твоих глазах, Господи, и чтобы мы более и более точнее искали путь следования за Тобою, Господи. Благодарим Тебя, Господи, также за все услышанные молитвы, за все, что мы Тебе молились, Господи, за страну и за те местности, где мы живем, Господи. Мы, может быть, не все до конца понимаем, но надеемся на Тебя и все придаем в руки Твои, и понимаем, что Ты, несмотря ни на что, совершишь то, что Тебе угодно, Господи, и просим милости и благословения в дальнейшем, Господи. И когда пойдем с миром от лица друг к другу, Господи, помоги в этом воскресном дне продолжать рассуждать об имени Твоем, Господи, о том, чтобы нам точнее и правильнее понимать Тебя, Господа нашего. Пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа пребывается всеми нами. Аминь.